я говорю все равно уж теперь как бы да совершенно маленькое нарушение правил возьмем совочек спустимся мы же не можем вывести оттуда вообще ничего вы будете смеяться это всех очень убедила основной объем материала был абсолютно неизвестен это настоящие цветочные горшки эпохи ирода великого это оказывается просто просто смертельно опасно и вот тоже не очень понимаете что здесь происходит честно говоря я тоже но зато я точно знаю где это происходит вот здесь на ближнем востоке в иерихоне но что делают там наши ученые а главное зачем ведь казалось бы все это очень далеко от нас и нашей истории ответом на эти вопросы и посвящен сегодняшний выпуск видеоблога института археологии ран самое раннее поселение здесь датируется примерно десятом тысячелетиям до нашей эры но прославился город значительно позже благодаря библейскому сюжету о разрушении его стен иисусом новином к шестому веку до нашей эры город разросся но вскоре был разрушен вавилонским вторжением после знаменитых походов александра македонского иерихон стал частью империи селевкидов а после восстания маковеев вошел в состав державы хосманеев а затем на ближний восток пришли римляне и так во второй половине первого века до нашей эры город оказался во власти ирода великого построившего здесь свой зимний дворец по евангельскому преданию в иерихоне местный начальник мытари по имени закхей из желания во что бы то ни стало увидеть проходившего через город христа влез на смоковницу где иисус его и приметил после разрушения иерусалима войсками императора веспасиана в первом веке нашей эры иерихон зачах превратившись в небольшой городок новый расцвет пришел в город вместе с распространением христианства и установлением византийского владычества если в ранее то есть поздний византийский период и в ранее исламский это был довольно таки большой процветающий город крупный паломнический центр через который проходили кучи паломников и было много там монастырей церквей храмов паломнических домов то и естественно что вся экономика иерихона была направлена на обслуживание этих паломников всех этих проходящих людей то в мамлюкское время иерихон представлял собой совсем другую картину вот скорее всего это была не сплошная застройка это был уже не город а это было скопище каких-то отдельных небольших поселений усадеб каких-то сельскохозяйственных угодий и так далее исследователи искали библейский иерихон столетиями но оказалось что иерихон это не только знаменитый холм эпохи неолита тель-эс-султан но и совершенно другие холмы оставшиеся на месте дворцов царя ирода и дворцов первых исламских правителей расположенных в километрах друг от друга иерихон это археологическая провинция из десятков холмов телей занимающих огромный оазис и среди них разбросано множество монастырских и церковных хозяйств образовавших византийский христианский иерихон который до сих пор очень слабо исследован он и стал главной целью работы экспедиции иерихон одно из самых знаковых мест святой земли наравне с вифлеемом и иерусалимом место притяжения для археологов но опять же причем здесь россия неужели у нас в стране закончились места для археологических исследований ну или палестинские археологи не могут разобраться со своей историей без помощи наших специалистов есть группа древностей группа культур группы цивилизации которые традиционно являются областью интересной для археологов вообще для любых археологов и не заниматься ими вроде для серьезной археологической школы научной в целом и большой школы вроде бы не совсем правильно нужно чтобы это было таким относится ну скажем ближневосточная цивилизация в целом египет вне всякого сомнения последние столетия полтора америка южная например там много этим занимаются как бы своих специалистов тоже желательно иметь вот среди всего этого о чем я говорю совершенно особое место занимает сиропалестинский регион и или если хотите палестина или другими словами все это синонимы почти святая земля археология всегда всегда была наукой которая соединяла мир и очень разные миры это культурные связи которые работают иногда эффективнее чем политические рычаги и политические инструменты и не случайно что многие из археологов скажем так 19 века которые работали в иностранных государствах исполняли такие вот роль дипломатов да то есть у них были функции связанные не столько с археологией сколько вот с налаживанием вот этих вот культурных связей где-то даже политических вот и вот у нас тоже в принципе миссия мы надеемся не ограничивается только лишь археологическими открытиями которых благо у нас очень много я надеюсь андреевич достойно уверен в этом достойно изложил наши результаты вот и как бы вот устремленность наши как раз вот в этой сфере тоже лежит не только вот докопать раскоп найти еще какое-то количество монет интересных находок сделать открытие но и сделать российскую российскую археологию скажем так обычным делом на святой земле активное присутствие россии на святой земле началось еще в середине 19 века все возрастающий поток паломников и мечты о разделе османской империи привели к необходимости создания в конце 1840-х годов русской духовной миссии а потом и появление консулата тогда же вскоре после крымской войны начались первые археологические раскопки и главными деятелями был были и священнослужители прежде всего антонин капустин архимандрит который возглавлял русскую духовную миссию который не единственные эти раскопки на много раскопок можно сказать по тем временам археологических организовал и осуществил эту землю собрал несколько коллекций археологических они были отправлены частично в россию они составили основу музеев духовных академий в казани в киеве и в санкт-петербург они то есть часть этих материалов в нашем распоряжении остается и кроме того он на местах тоже формировал такие ну как бы священные музеи если хотите какие-то места он его последователи построены были и музейные даже небольшие здания и церковно-археологические музеи таким образом вот один из наших важнейших предшественников антонин первая большая по-настоящему научная археологическая экспедиция была организована в 1891 году под руководством никодима павловича кондакова экспедиция последовательно работала в ливане сирии палестине и ордании и закончила свою работу в иерусалиме колоссальные объемы материала собранного экспедиции были опубликованы лишь частично с этими публикациями ученые работают до сих пор долгое время они были главными учебниками по византийской археологии но уже в начале 20 века в российской деятельности на святой земле победил церковно-паломнический вектор и до первой мировой войны в научно-исследовательской деятельности наступила затишье только когда победа русского оружия как тоже обозначились по-настоящему в 16-м году начало государство думать о том что нужно создавать археологический институт в иерусалиме но соответствующие дальнейшие события прервали этот процесс института мы не получили идея создания российской экспедиции на святой земле продолжала витать в воздухе и к началу нулевых забрезжила надежда на осуществление этого проекта а в 2010 году археологам наконец улыбнулась удача судьбу экспедиции решил счастливый случай в мае того года мид россии и институт археологии вели долгие тяжелые переговоры с местными властями и когда уже нужно уезжать и понятно что уже дело что-то не клеится как будто бы похоже что ничего нас не получится вот мы сидя над этим отвалом с николом андреевичем макаровым собираемся что-то попрощаться с участком и уйти я говорю все равно уж теперь как бы да совершенно маленькое нарушение правил возьмем совочек совочек был у нас спустимся я спустился и начал от этой вот великой крох крошки мозаичный прямо под этим самым под фонарем расчищаться и вдруг увидел что пошла цветная полоска за ней вторая в общем не прошло и пяти минут как перед нами предстала вот такая чудесная совершенно чудесный розанчик бордюра мозаики и когда уж он появился мы его отмыли конечно сразу и представили на собрании властей придержащих вы будете смеяться это всех очень убедило позже на работу с мозаикой найденный на месте раскопа якова смирнова еще 19 века экспедиция потратила почти целый сезон оставлять ее практически под открытым небом было нежелательно ее требовалось укрепить снять со своего места и отправить на реставрацию по окончании которой мозаику выставят в одном из залов музея она станет не только одним из главных украшений музея но и физическим воплощением преемственности присутствия российских археологов на святой земле ведь впервые она была обнаружена еще в 19 веке музей включает в себя не только залы но и сам раскоп окруженный галереями с которых посетители могут наблюдать за работой археологов центром композиции здесь станет полная реконструированная копия мозаики которая со временем займет место оригинала мозаика относится к византийскому периоду когда как считают ученые на этом месте находился большой монастырский комплекс нам естественно не известно как себя позиционировала община как до позиционировали хозяева этого места но это место безусловно христианское безусловно престижная и очень комфортная но скорее всего это все таки какой-то какая-то церковная вилла есть такое сейчас понятие в археологии церковное сельское хозяйство но вероятно все таки монастырь вероятно монастырь в то время все они соединялись со странно приимными домами вот чего не хватает нам для монастыря нам не хватает кладбище но вместо кладбища рядом с монастырем археологи нашли никак не связанную с ним промышленную зону буквально усеянную горными для обжига керамики ну по-видимому в основном это исламский период верхняя часть а до нижней мы еще не добрались там много печек много горнов керамических не печек а именно горнов на печек тоже много потому что там видимо производилась выплавка и металлов на все-таки черного металла на в этой производственной зоне и эти горны друг другу прикрывают постоянно и вот мы дошли только до третьего слоя этих горнов а сколько там внизу еще этих горных мы не совсем понимаем и не до конца понимаем как глубоко уйдем в византийский период мы с этими горными это очень типично потому что печи я сейчас не могу сказать вот конкретно как долго они могли функционировать на недолго поэтому они очень быстро приходили в негодность и не на месте уже разрушены непригодных для обжига керамики петь их строили новые часто на одном месте вообще стратеграфия у раскапываемого памятника оказалась сложной из-за активного накопления культурного слоя остатки византийского монастыря где была найдена мозаика лежат выше чем соседние более поздние памятники исламского времени монеты помогают все это датировать вот монета в заливке пола под мозаику казалось бы да даст нам сейчас точную дату но не получается монета намного древнее явно чем пол чем мозаика чем все это на пару веков на месте монастыря открыты и остатки здания с колоннами и кладки из сердцового кирпича люди жили здесь пусть и с перерывами на протяжении по крайней мере полутора тысяч лет из них около двух столетий на исследованном участке продолжала функционировать большая гончарная мастерская эта мастерская выпускала огромный ассортимент посуды но можно выделить основные это вот амфористки вполне возможно что они были предназначены для паломников как раз которые везли в этих амфористках мы возможно святую воду может быть святой масло какой-то который они освещали там помимо амфористов мастерская выпускала самые разные виды изделий в том числе и имитацию византийской красно-лаковой керамики даже после того как византийское владычество над регионом пала о серьезных масштабах производства ученые могут судить по большому количеству брака найденного в раскопе пример мы нашли такой кувшинчик с носиком которые сформовали приготовили для того чтобы его засунуть в печь для обжига но он упал расплющился они так и вы бросили есть неожиданные совершенно находки вот например это странная вещь до горшок с донышком у дна оказывается это горшки которых разводили цветы это настоящие цветочные горшки пути рода великого вот кстати прекрасный пример того что история такая же наука как и все остальные не выдвигаются гипотезы которые должны пройти проверку но могут и не пройти вот на данный момент ученые уже сомневаются в глубокой древности этого горшка выдвигаются новые версии датировок и вполне возможно что он средневековый к другим интересным находкам относятся и коллекции привозных светильников очень необычного вида их конечно делали во многих центрах сиропалестинского региона и причем мастера они работали на разные конфессии они на светильниках одной и той же формы могли оттиснуть и крестик и минору может быть еще что-то наши специалисты по керамике оказались достаточно подготовлены к тому что ждало их в иерихоне хотя выяснилось что местная керамика имеет мало общего с так хорошо знакомый им керамикой средневековых памятников северного причерноморья основной объем материала был абсолютно неизвестен и поэтому днем мы писали описывали рисовали фотографировали огромное количество керамики которая там оказалась на этом участке а вечером нам приходилось изучать литературу вот именно тогда в общем то мы поняли что вот без какой какой-то справочной литературы по иерихону нам не обойтись и вот у нас тогда возникла идея создать вот этот справочник определитель керамика который вот недавно вышел и предназначен для тех специалистов которые приедут возможно после нас и у них будет книга по которой можно ориентироваться в этой керамике иерихонской издательская деятельность является важной частью работы экспедиции значительная часть материалов собранных еще экспедициями 19 века так и не была опубликована и участники нынешней всячески стараются исправить это досадное упущение сейчас мы издаем фотоальбомы этих экспедиций дневники кондакова там есть записи эпиграфических памятников копии с этим всем очень много предстоит работы как и любая другая иерихонская российско-палестинская археологическая экспедиция остро нуждается в рабочих руках часть рабочих набирают среди местных жителей а часть привозят с собой из россии это не только сотрудники института археологии но и студенты московской духовной академии ну им конечно это вот просто такое они считают что такое везение так им повезло что они ну естественно что попасть на святую землю еще копать там где ходил иисус христос вот это рядом с деревом закхи и как говорится в 20 минутах езды от иерусалима но это все конечно они просто очень благодарны всегда большое достоинство вот именно студентов духовной академии это их такая глубокая подготовленность к любым условиям любым испытаниям это заставляет скажем так их уважать вот с первого взгляда что называется то есть когда люди спокойные уравновешенные они не допускают никаких серьезных конфликтных ситуаций когда приезжаем у нас все таки людей хоть и немного но мы не помещаемся в нашем корпусе лабораторном где есть одна-две комнаты жилые и мы вынуждены арендовать жилье местное и вот мы снимаем обычно дел ну и мы как-то вот арендовав одну из вил нам ее рекомендовали наши же коллеги причем и оказалось что как только мы внесли оплату которая там традиционную взимается вперед оказалось что это вилла никаким образом не подключена к коммуникациям и вот мы месяц половину срока из этого времени мы боролись в итоге те люди это казалось недобросовестные люди которые занимаются сдачи в аренду чужой собственности ну такие вот местные разбойнички вот в итоге благодаря мы скажем так целью это не было но благодаря нашим вот этим вот усилием по налаживанию быта экспедиции этих людей посадили в тюрьму вот причем нам сообщили уже подые подъехал начальник полиции сказал вы знаете вы извините но вот вы вынуждены ваших вот этих вот арендодателей посадить в тюрьму если вы не против и как и в любой другой экспедиции дополнительной наградой участникам является насыщенная и познавательная культурная программа студенты с удовольствием устанавливают контакты с местными жителями изучают их культуру и разумеется знакомятся с другими археологическими памятниками коих в ерехоне множество обходятся без жертв но по первости члены экспедиции порой делали довольно опасные ошибки из-за совершенно незнакомого климата или какие-то чудовищные температуры а мы абсолютно не знали как себя вести в этом во всем и поэтому мы значит работали потом у нас был обеденный перерыв и мы умудрялись еще ходить по каким-то памятникам которых там полно сами знаете вот и абсолютно не знаю как себя вести в такую жару потому что мы там пошли например в дворец ироды вообще не взяли воды это оказывается просто просто смертельно опасно первый сезон действительно был невероятно тяжел потому что нужно было сразу получить материал для музея нужно было очистить площадку для строительства нужно было работать в самых невыгодных условиях неблагоприятных прямо практически на стройке и при этом в самую жару июнь и июль август вот три месяца мы отработали в общем было тяжело к проблемам с климатом добавилось и то что экспедиции поначалу было негде жить до тех пор пока ее не приютила русская духовная миссия только потом у экспедиции появилась собственное здание с лабораторий урок палестинской климатологии кстати археологи выучили очень быстро и сейчас работы на раскопе ведутся только в благоприятное время года а для защиты от неизбежных жары дождя и ветра над раскопом был сооружен шатер под которым очень комфортно работать еще сложность заключалась в том что мы же не можем вывести оттуда вообще ничего черепки вообще ничего даже по моему вот все все эти чертежи и какие-то рисунки оригиналы мы тоже не можем вывести то есть мы должны это все сканировать скопировать и только потом повести если здесь мы работаем с керамикой мы всегда любой момент имеет возможность вернуться посмотреть уточнить то там все как говорится ушло и все поэтому нужно провести весь цикл работ там на месте например нужно монеты все отмыть все очистить все сфотографировать если нужно отрисовать для того чтобы их можно было здесь определить еще лучше иметь с собой нумизмата который приведет на месте все-таки атрибуцию предметов то есть мы каждого специалиста должны возить туда но вся первичная полевая обработка проводится на месте и вот мы возвращаемся к тому же вопросу зачем россии иметь свою археологическую экспедицию святой земле между тем стремление изучить историю этого региона она непосредственно связано с попыткой понять самих себя историю россии и всей западной цивилизации ведь многие ее корни уходят туда в этот регион и мы не сможем понять свою собственную культуру ну и кроме того остается масса конкретных интереснейших вопросов например были ли иисус христос и другие герои евангельских рассказов реальными персонажами если да то как они жили в палестине в эпоху правления ирода что может археология противопоставить библейским рассказам ну или более поздние сюжеты как местные общины встретили нашествие арабов-мусульман и как после этого взаимодействовали все это не просто интересно это непосредственным образом влияет нам наше самосознание конечно можно сказать что для этого не обязательно вести раскопки в конце концов столько написано сами эти памятники существуют в россии конечно изучают уже до вот тысячелетия практически ими пользуются и вообще есть ли разница кто копает на святой земле может пусть это будут арабы евреи американцы и французы с британцами но будут ли их интерпретации материала существенно отличаться одна от другой будут и это надо ясно понимать для того чтобы объективизировать это все каким-то образом для нас самих мы тоже будем субъективно но мы хотим иметь собственную объективную точку зрения объективную субъективную точку зрения чтобы ее иметь нужно самим вести работы обязательно вот этот фикус тикомора так называемый заболевания по основе дерево знаки и она тоже цела она сейчас совершенно по-другому у него антураж но она приведена в порядок поскольку существует подлинное дерево заки и большое тоже конечно в кавычках на вот и существует большая вторая такая же штука фикус тикомора дерево заки это фикус он же фикус тикомора которая поменьше трудно сказать как они друг другом соотносятся по возрасту но ясно что одно примерно в половину моложе другого что если одна мы скажем 100 лет другому 50 но когда то погибнет можно будет этим пользоваться как деревом заки вот поэтому запасное это нормально такое православное творчество